Всем привет! Меня зовут Виктория и вы на канале Вика Авер Кросс Тич. Сегодня мы начинаем первую неделю июня. Судя по предыдущему видео, вам понравились мои недели. Мне это безумно приятно, потому что я действительно стараюсь делать все красиво и классно. Правда, с техникой иногда не очень получается. Нужно приобретать микрофон, но это в планах. Я буду модернизироваться. Так вот, сегодня у нас 3 июня. Третья, напоминаю, уже лето. И я, как вы можете знать, если смотрели мои рукодельные недели до этого, что моя норма была четыре тысячи крестиков. Я вышла на этой работе три тысячи восемьсот крестиков и решила отложить и двести крестиков уже сегодня не делать, а приступить к другой работе. Так, я говорила, что у меня очень многие дни были не вышивальные. Это я повышевала буквально два дня, но два дня достаточно плодотворно, что у меня вышилось чуть больше восьмидесяток крестиков за два дня. Для меня это плодотворно, потому что по тысяче я вышиваю очень редко. Так вот, я дошила бэк на здании. Тут красивейший бэк. Мне так нравятся все готические здания. Немножко порылась в зелени. Вот уже почти закончила зелень. И доделала фонарики. То есть полностью заполнила их светом. Также немножко не закончила, а продолжила здание после фонаря. Так-то, в принципе, я могла еще и за полнедели, не все, но, честно говоря, немножко поднадоела уже. Я поняла, что мне это много. Ну и, конечно, если бы я сидела, допустим, еще от 30-го, от 31-го, то, может быть, нормально все. Но уже потому что я чувствую, что долго, это уже больше недели. Хочется уже другое, времени жалко. Вот. Поэтому я решила немножко отложить и начать свой круг заново. Я называю их так, свои круги. Ну вот. Какой же будет мой следующий этап? Следующий процесс будет димовские тюльпаны. Я сразу не извиняюсь, нет, потому что это рабочий процесс, это норма. Сразу говорю, что у меня уже все запялено, готово к вышиванию. Я сегодня начну вот отсюда. Буду вышивать низ. Я посмотрела по схеме, мне остался только вот здесь вот так вот тюльпанчик, немножко сверху тюльпанчик. Тут чуть-чуть зелени листочки, а все остальное зашивается полукрестом. Да, в 5-6 сложений. 4 тоже есть и 3 есть. Да, сложно, но это будет красиво, и я думаю, что это будет быстро. Поэтому вышью 4000 крестиков, а там посмотрим. Ну на этом мой этап. Первое включение закончен. Ждите следующих включений. Сегодня у нас 6 июня. У нас уже лето, по крайней мере солнышко светит. Идут дожди иногда, но тепло. Прям с чем я сегодня к вам пришла. Со своим продвижением по три у тюльпанов. Но сразу скажу, что продвижения очень маленькие, потому что так как лето, ясная ситуация, что начали все выходить на улицу, начали заниматься спортом и так далее. Вот. И поэтому времени на хобби остается все меньше и меньше. Но мне кажется, это нормально для лета. Потому что когда тепло, в теплый период всегда так. Но я вам все-таки покажу маленькие продвижения и что у меня получается. На фоне вы сейчас видите превьюшечку. Это знаменитое три у тюльпанов от Dimensions. 30 на 40 будет вышивка размером. Вышивается на 14-й аиде. Ой, на 14-й конвейте, скорее, от Swaggart. Или даже... Нет. Я, наверное, вам брю. Это... Я не знаю, чья это основа. Может быть, и их я не буду брать, поэтому... Вот. Что у меня получилось? За внешний вид... Мне так удобнее. И натяжку я выберу в первую очередь. Потому что здесь барабан. С помощью вот этих вот тряпочек, вот этих вот, получается натяжка-барабан. То есть, вообще, сколько угодно она стоит и только чуть-чуть подтягиваешь. За это время, за несколько дней, там два дня я вышивала, я вышила вот этот вот участок. То есть, вот у меня... У меня было вышло ровно по линии, а сейчас вот такой вот участок вышло. Ну, здесь мало. Здесь в основном полукрест. Полукрестов 5-6 нитей. Да, я мучаюсь, но я усердно стараюсь вышить, потому что 5-6 нитей это очень важно. Поэтому так долго, потому что каждый стежок ревесую. Вот. Ну, наверное, больше рассказать мне об этой работе нечего. Это известная работа. Продвижения маленькие. Вот. Ну, и зелень мне нравится шивать. Оттенки тоже классные. Этот фон, зелень, все вместе смешано. Очень здорово. Сегодня у нас 8 июня. И я все-таки что-то сделала. Продвинулась в моих трио тюльпанах от Dimensions. Покажу превью. Вот. И за эти дни я вышла тут какую-то часть. Вот такие работы, вроде вышиваешь, сидишь, крапчишь над ними, они визуально не прибавляются. И честно говоря, даже когда я вчера закончила вышивать крестики, ну, на день закончила вышивать, так я смотрю, блин, ничего не прибавилось, ничего не вижу. И только потом, когда я сфотографировала работу, вот так просто чисто для себя на коленках, я увидела, что это такая красота вообще, что вот это, это стебелек. Вот честно, когда вышиваешь, ты не видишь этого. Ну, вышиваешь и вышиваешь. Потом, я думала, что вот это тоже стебелек, вот это вот. Это не стебелек, это загнувшийся листик. И только отодвинув работу, и только с помощью, когда я сделала бэк, я поняла это. Так этой месивой ничего не понятно. Вот здесь тоже из-за одной вот такого штришочка другим цветом уже лепесток заиграл другими красками. Вот это что значит бэк, который реально нужен, и который реально делает картину классной. Ну, это лучше не смотреть, это мне просто для удобства, и каждый раз убирать я, честно говоря, не хочу. Вот. Я вышивала фон полукрестом. Тут примерно вот здесь вот будет граница, угол. Не знаю, я скорее всего пойду наверх. Я пока не буду это трогать. Хотя, зная себя, я не могу это утверждать. Вот здесь вышито вот это все тысяча, тысяча пятьсот крестиков. Вот. То есть еще две с половиной тысячи, и я откладываю эту работу. Вот. Еще раз покажу, чтобы было понятно. Я сейчас вышиваю, получается, вот эту вот часть. Вообще, по сути, здесь осталось немножко. Сейчас мы найдем это место. Так, вот это вот. Вот так вот я вышиваю. То есть, тут один полукрест. Вот эта часть не зашивается совсем. То есть, тут нет ничего. Это все полукрест. Только вот это. И цветочек у нас стоит полным крестом. Я думаю, что я вышью быстро. Ну, что-то я вот над этим посидела. Еще лето, времени немало. Я такая. Ну, может, и нет. Ну, может, не знаю. Посмотрим. Не буду ничего загадывать. Закончить в этом году я, конечно, точно должна. В какой круг, не знаю. Может быть, в следующий. А уже так буду кроптеть, сидеть. Потому что сверху тут вообще делать нечего. А там лист получается... Сейчас. Вот. Половина у нас примерно здесь. Вот-вот столько там на этом листе. То есть, вообще ничего. То есть, по сути, я вот это вот закончу. Это самое тяжелое. А потом все легко. Ну, посмотрим. Это моя тоже. И сейчас, девочки, я хочу с вами посоветоваться. Хочу, чтобы вы мне немножко помогли с выбором. Потому что муки выбора меня немножко замучили. Мне мало моих процессов. И я решила развести еще один. Но любимый. Давно хотела. Сейчас покажу. Это Dimensions. Peaceful like house. Это обычная серия, не gold. Но мне почему-то так начали нравиться не голды. Вот. Я нашла свой старый... Я нашла свой старый планшет. Теперь могу вам показывать. Мне так начали нравиться не голды. Это вот этот сюжет. Потом еще канал. Не помню точно артикуль. Артикул. И что-то еще. Прям... Я чувствую, что если еще покопаюсь, я еще найду что-то. Честно, я буду вышивать перенабор. То есть я уже нашла схему. Ниточки DMC и Royal. Вот. Но самое главное это выбрать основу. Сейчас покажу варианты, которые я подумала, что они больше всего подойдут. Сразу скажу, что в наборе, в оригинальном идет Ivory 14-го каунта. Ну, давайте начнем. Я тогда подпишу при монтаже ткань. И если вам не сложно, в комментариях напишите, какая вам по вашему мнению лучше подходит. Я, конечно, тоже напишу, почему я хочу эту, почему я хочу эту. Вот. Может быть мы все вместе решим. Потому что точно видео выйдет я не начну. Потому что, когда я начинаю, вот эти вот нитки и ткань, это затягивается. Но все-таки я думаю, что какой-то я должна процесс довести до конца. Ну, или хотя бы приблизить к концу. И уже только потом начать. Начнем. Первое. Это лукан 16-го каунта. Сейчас я раскрою его. Вот так вот. Так вот. 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 Это лукан. То есть это натуральный цвет. Вот. Далее. Это у нас бритни лукан. Третий номер. Так. Это у нас 28-й каунта. 28-й. Сейчас так вот разложу. Это отрезок. Отрез 50 на 35. Для дизайна его будет достаточно. Вот. Вот. Мне девочки из нашего чата сначала говорили. Вот давайте по бритни лукану. Потому что в небе есть пустые места. И в морюшке. Ну а смотрите. Я так подумала. А может быть море специально не вышивается. Не зашивается точнее. Для этого нужна мон... Ох господи. Для этого нужна именно основа айвори. Я почему-то думаю на это, что голубой не нужно. Но изначально у меня было в планах именно голубой. Вот это вот море. Вот участок и небо не зашивается. Может быть действительно взять приближенные к айвори. Вот. Когда у тебя одна основа равномерная. Линда. 27-й каунт. И ты вообще у тебя нет никаких проблем. Какую основу выбирать для дизайна. А когда у тебя много. То вообще теперь глаза разбегаются. Ты такая не знаешь что делать. В общем это Бритни Лугана. Также еще. Мне должна прийти Моника. Такого же цвета голубого. Может быть еще Монику. То есть Моника дробь Бритни Лугана. Это у нас Ева. 40-11. В принципе мне на Еве тоже очень нравится. Как Ксюша сказала это будет как холст. Я с ней вообще абсолютно согласна. Но. Остальные девочки из нашего чата почему-то сказали. Что именно фактурность Евы на таком дизайне будет не очень. Вот я тоже приложу вот так вот. Но именно в пустых местах. Может быть естественно будет как холст выглядеть. В общем третье это Ева 40-11. Это у нас Моника 21-12. Вот. Я лично к ней склоняюсь больше всего. Потому что она больше подходит под айвори. Под оригинал. Который идет в наборе. Вот. Я больше склоняюсь всего к этому цвету. Вот. В общем 4 это Моника 21-12. есть. И последний вариант. Но я его уже конечно отмела. Но мало ли. Это укромерка. Цвет не могу сказать. Натуральный просто. Вот. У меня личный фаворит это Моника, Ева и Лука. Пока больше склоняюсь к Монике. Но я очень хочу послушать ваших мнений. Действительно интересно. Это укромерка. Так что пишите пожалуйста в комментариях. Какая основа вам нравится больше всего. Точнее какая на ваш взгляд подходит больше всего к этому дизайну. Вот. Я буду вам очень благодарна. Все. До следующего включения. Сегодня у нас 11 июня. И в Ульяновск наконец-таки пришло лето. Жара невыносимая. Но правда похода показывает, что скоро опять станет холодно. Но. В нашем регионе это нормально. У нас то жарко, то холодно. Поэтому нам не привыкать. Единственное скажу, что сейчас хорошая погода. И вышивать совсем не хочется. Не знаю. То ли мне настроение такое. Вообще ничего не хочется. Я лежу целыми днями. Ничего за себя заставить делать не могу. Ну. Кроме работы конечно. Хорошо. Не будем о грустном. Давайте я вам лучше покажу свои продвижения. На данный момент. Надеюсь. Очень надеюсь. Что сегодня я посижу подольше. Так как я сегодня одна дома. И может быть закончу свои 4000 крестиков. И начну пирог. Очень надеюсь. Потому что соскучилась. Все мы видим превью. Это трио тюльпанов. Я показываю каждый раз. Но чтобы вы помнили. И сразу убираю. Вот. Я столько вышила. За это все время. Тут. Почти 3000 крестиков. Плюс-минус. И осталось мне девочки. Вот. Этот маленький уголочек. Я вышиваю на конве. Ай. Мне кажется. Затс Вайгард. Хотя я не знаю. На конве. Четырнадцатого каунта. Это. Цвет айвори. И у меня нет. Как у некоторых девочек. Такого. Что после равномерки. Я не возьму канву. Нет. Я люблю канву. Особенно после равномерки. К ней возвращаться вообще классно. То есть. Мне нравится. Такие дырочки все. Большие. Понятные. Так что у меня с этим нет проблем. Вот. И еще вот рассчитать 15. Вот так вот. Клеточка. Это примерно вот здесь. Это вот конец. Сюжета. Вот этот уголок. Вообще. Я планировала сделать его сейчас. Ну. Сегодня вечером посидеть. И доделать. Чтобы у меня образовался угол. Потому что там все будет. Очень большими участками. И я очень надеюсь. Ну. По крайней мере я хочу. Получится или не получится. Я не знаю. Ну. Вот. На сегодня и на завтра у меня. Такой план. Вот. Дайте вот. Там 15 крестиков доделать. И будет у меня третий уголочек. Я буду счастлива. Тем более здесь вышивать только полтора тюльпана. Все остальное фон. Я думаю справлюсь быстро. И еще чем я с вами хотела поделиться. Сейчас ставлю фото. Хотела показать на планшете. Но он не разрядился. Я подумала. Ну и к лучшему. Потому что будет. У меня планшет маленький сейчас. И будет маленькая картинка. Я влюбилась в Майкла Пауэлла. Почему я раньше его не видела. Я не знаю. Хотя мне девочки. Наши позитивные крестики. Говорят что его вышивают многие известные ютуберы. Ой ютуберы. Ютуб блогера. Но я не видела. И вот. Листа ленты инстаграм. У рукодельницы. Крестики без ноликов. Честно говоря не помню как зовут. А точнее не знаю. Я увидела. Парижские улочки. И девочки это любовь. Я так как захотела. Не знаю что это триптих. Который вышивается. Ой. Который делается из трех разных наборов. Но. Услышат сцену. Ко мне есть планы что вышивать. Если я не остыну к этому сюжету. То когда-то я включу свой план. Если остыну значит не судьба. Она мне прям заворожила. Этот дизайн. Такое все мультяшное. С одной стороны. Но. Так классно. Мне очень понравилось. И второй сюжет. Честно говоря. Я не помню как он называется. Я ему просто покажу. Это тоже любовь номер два. Я даже засунула себе в виш-лист. В хачушечке. Тут лодочки. Честно не знаю что за город. Может быть знающие девочки подскажут. Кто ушивал. Но я тоже безумно влюблена. Но. На первом месте конечно. Парижские улочки. Это вообще. Я говорю девочки. Я влюбилась. Прям. там. Завороженные скалы. Искала. Реально хотела купить набор. Но услышит цену почти в 12 тысяч. Я как-то передумала. Но набор получается конечно большой. На четырнадцатом каунте. Там. Пятьдесят с чем-то. На сорок с чем-то. Так что он будет большой. Но я подумала что можно вышивать по одному. И заканчивать как сюжеты просто. И. Либо. Когда вышлишь один. Ну. Оставить конечно конву специальные запасы. А. Потом. Когда захочешь снова вернуться. Ты. Либо продолжишь там же. По порядку. Либо на другой основе. Ну. И. Потом. Просто как триптих использую. Там можно даже оформление сделать. Классное. Но мне кажется все таки. Вместе будет именно этот сюжет смотреться здорово. Потому что именно в этом дизайне. Они отлично друг другу подходят. Вот такие у меня дела. Скажем так. На одиннадцатый июня. Сегодня у нас двенадцатый июня. День России. Наверное никто не отмечает. А я к вам. Законченным уголком. Моих. Триотельпанов. От. Dimensions. Вот. Я вчера до часу ночи. Доделывала этот угол. Да. Он полукрестом. Да. Там. Большие участки зашивы. Все легко. Но. Они были в пять и шесть нитей. Я мучилась. Честно. Потому что угол болтался. Вот этот вот. Он. Его никак нельзя закрепить нормально. И я как только могла. Удерживала его. Что только не делала. Чтобы у меня получилось отшив. Злилась. Ругалась. Но вышивала. В итоге угол я закончила. Этот вот. То есть у меня образовался третий угол. Сейчас сниму работу. Для того чтобы сфотографировать. Потому что у меня в инстаграм давно не было фоток. И покажу вам как она будет выглядеть. А пока. Я вам. Мельком покажу. Что я начну. Сегодня вечером. А приступлю я. К вот. Этой вот. Прелести. Вот. Мне немножко некрасиво торчит уголок. Мне страшно. Зато барабанная натяжка. Вообще. Я обожаю. Вкусно было. Эту барабанную натяжку. Особенно когда работа только начинается. Только начало. А то вообще. Надяжка прям суперская. Вот. Это пирог от Даши Мастроковой. Я не буду доставить планшет. Я сейчас быстренько вставлю превьюшечку. Чтобы вы посмотрели. Такая вот красотища. Я решила что. А я забыла добавить. Что на. Тюльпанах. У меня в общей сложности. Получилось. 3800 крестиков. 400 я уже. Физически все не доделала. И решила. Ну и ладно. В этот раз. Я буду делать. Один лист. Еще. Добавлять. Ну. Примерно. По размеру он вот так вот. Ну. Примерно. Вот так будет еще. А вот. Будет еще один листик. Второй. Этот сюжет очень любит. Яна из нашего чата. Поэтому. Я надеюсь она будет довольна. И радостная. Ну все. Сейчас вернусь через пару секунд. С фотографией. Работы. Ну что. Я снова вернулась. Отгладила работу. И. Вуаля. Вообще работа масштабная. Очень классная. Я честно вообще не представляю. Какой она крутой будет. Когда я полностью ее отошью. И даже честно говоря не верится. Что уже. Ну. Скоро конец. По сути. Еще раз покажу. Я это много раз говорю. Но еще раз расскажу. Вот. Здесь половинка. Тюрпанчика. И вот здесь целый тюрпанчик. Все остальное зашивается фоном. Вот где-то вот эта примерно часть. Не зашивается вообще. Тюрпанчика. То есть. Я думаю. Что. Может быть. На следующий раз. Я прям так. Возьмусь. И дошью. А может быть через. Ну не знаю. Посмотрим. Как пойдет. Вот такая красота у меня. Сейчас пойду фоткать в инстаграм. Тоже ставлю в конце фото. Не знаю. Это последнее включение или нет. Посмотрим. Может быть еще потом в конце покажу свой пирожок. Что у меня отшилось. Ну все. До следующих включений. Сегодня у нас 15 июня. И это завершающее включение первой половины вышивального июня. Вот. Я к вам пришла сегодня с сюжетом от Даши Мостроковой. Вот посмотрите сколько у меня уже прибавилось. Мне так нравится эта картинка. Она настолько реалистичная. Я когда вышиваю я честно говоря в шоке. Потому что вот эта вот изогнутость салфеточки на которой лежит вишня. Она просто вот поражает мой взгляд. И я любуюсь. Смотрю как это вообще можно передать и так далее. То есть тут даже видите есть тень небольшая от вишенки. Вот эта вот изогнутость. Я обычно делаю вот так вот. Чтобы посмотреть на эту реалистичнее. Смотрите какая изогнутая салфеточка. Вообще классно. Как натуральная. Я когда начинала вошивать я именно думала об этой салфетке. То есть неужто у меня так же получится как на фотке. Именно по которой делали схему. И реально то что точь в точь почти получается. А почему почти? Потому что еще не закончилось. Целостности картины нету. Из-за этого. Линда двадцать седьмого каунта. Это просто мой фаворит в мед... Господи. Мой фаворит в равномерке. Крестики получаются безумно ровные. Мне настолько приятно вышивать что я прям сажусь. Когда перед вышивкой. Точнее за вышивку. Мне прям хочется вышивать. Я смотрю на эти ровные крестики. Мне прям хочется. Натяжка вообще барабанная суперская. Еще из-за этого мне нравится. Я реально получаю удовольствие. Ну а на этом... Сейчас покажу поближе на крестики. Вот они такие ровненькие вообще. Прям я сама от себя в шоке от ровности своих крестиков если честно. Вот вообще классно. Вот салфетка моя. Все делаю по ключу. Все бленды делаю по ключу. Но блендов очень много. Сразу говорю, но мне приятно и интересно вышивать. Я не знаю что будет дальше. Потому что сейчас здесь примерно начнется уже яблочки. А здесь начнется часть тарелки пирожка. Часть тарелки с пирожком. С пирогом как раз яблочным. Поэтому посмотрим. В целом мне безумно нравится. И мой план сейчас это закончить еще один день. Лист он примерно вот такой вот. То есть достаточно немного мне осталось вот такой вот. Здесь не полная зашивка. Но я думаю что это видно вот по этой части. Будет тут примерно такие же края оборванные. То есть еще примерно вот так вот. Ну а к сожалению сейчас лето. Нет. Конечно лето это к счастью. Но просто из-за того что теплые деньки. Хочется гулять. Времени на творчество очень мало. Еще работа. И вышивая мало. Еще у меня на днях было очень плохое состояние. Здоровье. Я не знаю с чем это связано. Конечно все мы переживаем думаем о плохом. Но я стараюсь гнать эти мысли. И просто думаю что ну может быть переработка. Потому что очень много работ из-за этого. Вот. Ну а на этом вышивальная неделя. Недели июня заканчивается. С вами была Виктория. Канал Викавер Кросс Тич. Большое вам спасибо за комментарии. За лайки. За просмотры. Я вообще в безумном восторге. Вот. Если вам понравилось видео конечно подписывайтесь. Я рада каждому человеку. Каждому своему подписчику. Вот. Видео у меня выходит раз в неделю. Потому что материала у меня мало достаточно. И я его пытаюсь растянуть. Вот. Пока на несколько видео в недель я не готова. Потому что даже пока не ну нечего мне снимать. На прошлой неделе вышли мои. Вышло мое видео. Точнее это первое видео серии. О моих любимых сюжетах и наборах. Которые я хотела бы приобрести. Честно говоря я думала это видео не понравится людям. Потому что я начинающий блогер. И пишу без микрофона. Писала я в новой квартире где было эхо. Поэтому я сама жутко волновалась. Извинялась. Потому что я понимаю что это не очень приятно. Но вроде вам понравилось. Что я очень довольна. Кто не видел я оставлю ссылочку. Вот. Всем спасибо. За то что посмотрели. Оставайтесь со мной. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...